Всем привет! Меня зовут Сергей, мы продолжаем с вами кислород. Кислород, Oxygen Not Included. Наконец-то, наконец-то я к нему вернулся, очень соскучился. Давайте вспоминать, давайте вспоминать, что нам там надо было делать. Так, во-первых, еда 14 тысяч, иммунитет 90, стресс десятка, хорошо. По этим показателям вроде как все прекрасно, еда разложилась, еда сгнила более несъедобно. Печально, что я могу сказать? Так, показывайте, кто там. Семь наука, смотри-ка ты сразу! Гастрофобия не может готовить и не может медпомощь, то есть медицина и кулинария. Блин, вы посмотрите на Бабблз! Бабблз это просто охренеть! Бабблз это мастерица на все руки! Постоянно вызывает всех на бой, вне зависимости от того, может ли она победить соперника. Ей пофиг вообще! Ей абсолютно пофиг! Видит цель, вижу цель, иду к цели называется. Так, Бабблз, Бабблз. Добро пожаловать, Бабблз! Я не помню, по-моему, на очереди у нас вроде не было женских ников. Вроде нет, вроде нет. Из тех, кто просил назвать себя своим ником, точнее подписчиком. Во-первых, давайте мы для Бабблз запилим кровать, наверное, прямо где-то вот как-то здесь. А во-вторых... Так, ставим, хорошо. Я потом проверю список, но, по-моему, там женских ников все же не было. Давайте сразу девятку, чтобы Бабблз было где спать. И Бабблз еще надо где жрать, кстати, о птичках. Да, у Бабблз нет стола. Ай-яй-яй, так, ладно, хорошо, хорошо, тогда еще поставлю прямо здесь. Это, конечно, не столовая, но ладно. Один стол уже, пускай у нас здесь стоит. Так, мы хотели... Хотели с вами мы, хотели с вами мы, во-первых, всю вот эту вот конструкцию запустить. Во-вторых... Во-вторых, очень много написали в комментариях под прошлым видео на тему того, что убрали, убрали уже эту черную дыру из игры. А я этого и не знал даже. Ну, спасибо, теперь буду знать, ладно. Я не буду ее искать, но это не от меня все равно той пользы от того, что мы пооткрывали с вами значительную такую часть этой карты. Весьма, весьма неплохо так. Вот здесь осталось еще темное пространство. Его немного убрать. И как бы все, у нас получается выше базы абсолютно все пространство мы видим. А вот ниже базы, ниже базы еще надо будет копаться. Надо будет копаться, надо будет освоить нефть. Здесь вон всякие механизмы уже валяются, но они пока что не используются. Давайте, короче говоря, что делаем тогда? Давайте сейчас озадачиваемся, наверное, гейзером природного газа. Я сделаю тут какой-нибудь сейчас шлюз, оборудую, чтобы природный газ на время всех работ не проникал к нам на базу. Народ тут вообще бездействует у меня уже. Хорошо, ладно, сейчас маленько, в общем-то, застроюсь. И начнем уже осваивать природный газ и вообще вот всю вот эту вот конструкцию. Я так понял, тут же будет не только природный газ, правильно, генератор на природном газе выделяет загрязненную воду. Надо будет под нее еще придумать бассейн. Да и вообще все сейчас надо будет здесь, короче, сделать, переделать. Поехали. Кровать и стол для Бабблс у нас уже имеется. Еда для нее также имеется. В общем-то все, Бабблс у нас на ближайшее время обеспечено. Я хотел еще посмотреть по исследованиям. По исследованию вспомнить вообще, что у нас, где, как. Так, а по исследованиям у нас, в принципе, уже практически все и изучено, что нам надо на текущий момент. Так, здравоохранение, омолаживатель, дезинфектора. Я пока на них тоже заморачивался, наверное, не буду. Я вообще не буду, наверное, пока что ничего изучать. Транзитные трубки. Пускай у меня народ бегает, отстраивает. Сделаем себе уже, оборудуем всю вот эту систему. Запустим ее, а потом уже будем там отстраиваться и так далее. Наверное, надо вот здесь еще стену пробить, чтобы вся эта вода туда стекала, потому что здесь она мне явно будет мешать очень сильно. Не исключено, что где-то здесь внизу мы и будем делать бассейн для грязной воды. Короче, как-то вот так. Пускай они мне все это раскопают. Но у нас будет внизу очень много свободного пространства. А потом мы все это уже забетонируем, превратим в стены. И, кстати, я еще хотел, наверное, вот здесь сделать как минимум в две клетки. Так, тихо стоять. Хотя, блин, отсюда охлаждение будет поступать совершенно мне ненужное, правильно? Если я бессолит здесь раскопаю... Да, будет, хорошо. Ладно, пускай бессолит остается. И, кстати, на тему охлаждения давайте посмотрим, что у нас здесь-то происходит. Вода 35, 35, 36. Ну, вода пока что отсюда никуда не уходит. Оно, в принципе, и понятно. Ну-ка, а тут гейзер. А здесь вообще вода 6-7 градусов. По-моему, что-то здесь сломалось. Точно. И, да, касаемо этой конструкции, написали, что вот вся вот эта вот конструкция, там то, что в каналах ее... Ой, господи, в комментариях ее предлагали. Она там взята с канала Фобарел, по-моему, если я не ошибаюсь. По-моему, так он называется. Типа, там очень много говорят на том канале, всяких гайдов и так далее. Мне не жалко, я оставлю ссылку в описании под видео, либо в прикрепленном комменте под своим видосом. Если кому надо, заходите, смотрите. Мало ли кому там тоже это будет полезно. Какого хрена скажите мне, пожалуйста? Как? Вот как вы здесь оказались? Ну как? Дэв, Каталина! Ай, блин. Это вообще, короче, жесть. Так, мне срочно надо вас спасать. Вот хоть как. Сюда на девятку. Если они успеют здесь построить лестницу, индейцы, то все будет хорошо. Если не успеют, то все будет плохо. Не надо здесь ничего делать, не надо. Пожалуйста, спасите их! Да, ай! Бесишь! Я тебя вырублю сейчас! Беги! Да ладно, спаслись! Спаслись. Кто опять где задыхается? Дэйв! А нет, все, все хорошо. Каталина на базе, Дэйв на базе. Блин, я думал все, я думал хана. Но нет, мы выжили, мы это пережили, это главное. Продолжаем! Ну давай, давай, упади вниз и остань... Серьезно, да? Вот они, ну в принципе, они здесь не задыхаются. Кто у нас тут? Бензин, Макс? Конечно, вот давай еще раскопай вот здесь прямо под собой. Нет, не... Ну тут озерил! Хорошо. Просто ладно, без комментариев. Главное, что они сами себя уже раскопали, ушли и будут жить. Я запускал игру, думал, как хорошо, сейчас вернусь к своим индейцам. Буду созерцать все это. Праздник, это жизни, это постоянное движение, мельтешение по экрану. Все будет замечательно. Ага, конечно! Тут стресс на стрессе! Начало положено. Отсюда абсолютно все механизмы убраны. Я оставлю только насос и газовый фильтр. Ну и потом еще одну трубу. Одну траву после фильтра заведу назад, а вторую вытяну вниз. И сюда, скорее всего, уже поставлю этот генератор, где-то был. Так, энергия, генератор на природном газе. Да, пихну его прямо сюда. Я так понимаю, что он будет... Выделяет загрязненную воду над резервуаром для отходов. Да, я так понимаю, что он будет просто взять и брызгать прямо из себя этой водой во все стороны. Никаких тебе бутылок, либо чего-то еще. Поэтому он будет стоять на каркасном блоке. Ну и выливаться вся эта хрень будет сюда. Что потом с ней делать, с этой водой? Это мы придумаем. Пока что пускай выливается. Возможно, потом из этого резервуара куда-нибудь на очиститель и потащим еще что-то. Но это потом, это в перспективе. Это нам сейчас пока что, в принципе, нахрен не надо. Пока что давайте запилим эту основную систему. А там дальше уже посмотрим, чем заняться. Газоотвод из генератора и газоотвод из этого, из газового фильтра, из этого насоса. Они все будут стоять пока что просто здесь. Здесь, в принципе, еще дофига пространства, которые можно буквально загазовать. Я смотрю, плотность 1800, 1600, 1500. То есть, в принципе, есть еще куда излишки этого газа сфигачивать, пока мы не придумаем одну общую систему для всей базы. Вот одну прямо большую и страшную. Так, провод сюда вывели. Да, провод сюда вывели. Сейчас мы всю эту систему будем заводить буквально с толкача. У меня кончился абсолютно весь очищенный металл. Вот прям совсем. Прямо осталось его буквально 5 копеек. Надо мне его сразу параллельно запустить в производство. Где оно было? Вот очистители руды. Так, медная руда 9. Амальгама 21 тонна. 2 тонны и 3 тонны. Че так мало? Так, блин, амальгама золота, амальгама золота, золото, амальгама. Че оно у нас? Температура перегрева плюс 50, высокая теплопроводность термоактивной. Обметь. Декор 20, температура 50, высокая теплопроводность. Ладно, поехали. Если золото у меня уж прямо так до хрена, давайте понапилим его, чтобы мы потом могли делать нормальные провода. Да? Непрерывный цикл я ставить пока что не буду. Хотя, возможно, и стоит одного человека сюда поставить и как минимум половину всего этого золота, 10 тонн, переработать нафиг. А потом всю базу проводами перепоясать. Да? Ну ладно, не будем пока что торопиться. Вот здесь уже ресурсов не хватает. Еды 32 тысячи. Еды давайте-ка пока что, наверное, отменим. Давай не непрерывно, а просто на восьмерочку. Хотя ли просто даже на семерочку непрерывно. Да хрен с ним пускай делает. Земли у нас пока что еще, в принципе, тоже до хрена. Ну-ка, почва. Да, земли 19,5 тонн. Хорошо. Сейчас мне допилят вот эту хреноту. Допилите уже, пожалуйста, кто-нибудь последний провод. И мы попробуем запустить данную систему. Ага, спасибо. Итак, смотрим. Где газ я забыл? Вот газ. Так. Так. И система уже не работает. Почему? Труба заблокирована. Труба заблокирована, потому что... Заблокирована, потому что труба, потому что я тут что-то неправильно настроил, да? А, ну конечно. Я-то думал, у меня тут газовую трубу проложили, а у меня тут хрен что проложили. Она здесь вообще, в принципе, не прокладывается. Я и не знал, что здесь нельзя проложить трубу. Я ее протянул, думал, все, они ее запилили, а они хрен что запилили. Это мне сейчас обходной путь надо будет вот такой выстраивать. Да елки-палки. Так, ладно, слезай отсюда. Слезай. Давайте думать. Хотя, что тут думать? Надо просто братья и перестраивать. Ну вот как-то так. Проверяем. Работает система? Да, система работает. Так, стоять. Хорошо. Теперь подключаем батарейки. Каталин, все, слезай, хватит. Хотя нет, погоди, пока не хватит. Допилите кто-нибудь провод, пожалуйста. Надо Каталину освободить. Как-то нихрена особо толком так-то и не накапливается там электричество в этих четырех батарейках. Правильно. А скринали бы ему накапливаться-то, потому что провод же здесь тоже не прошел. Я молодец такой. Я посадил Каталину на ручной генератор и сказал, давай, заряжай четыре батарейки. Ты будешь молодец. Я просто верю в Каталину. Блин, ну для меня на самом деле была просто новость. Ну правильно, это же нейтрониум, скринали это быть новостью. То, что здесь никакие блоки не проложились, ничего, я не обратил внимания, что это именно нейтрониум. Через него же ничего не протянуть. Вот теперь, вот теперь, вот теперь пошла зарядка. Вот теперь все хорошо. Хорошо, ладно. Но мне это электричество, в принципе, вообще пока что особо-то и не надо. Пускай оно вечно держит в заряде эти батарейки. Единственное, что, вода сюда будет уходить. Короче, ладно. Пускай эта система пока что работает. Мы возвращаемся к нашей базе. Мы возвращаемся к нашей базе и... Думаем насчет, во-первых, думаем насчет вот этого гейзера. Вода минус два с половиной. Вода минус два? Вода минус... Ты си... Погоди. А что дубак-то такой? Мне отсюда, по-моему, надо убрать хладодыхи, потому что тут скоро лед. Тут реально, тут уже лед. Ну, что я могу сказать? Система работает, и система работает даже в разы лучше, чем ее просили. Здесь уже лед появился просто внизу, засыпал мне водяной насос. Мы, наверное, с вами знаете, что сделаем? Мы с вами сделаем какую-нибудь такую отдельную комнату. Все же сделаем, короче, так, как я хотел сделать сначала. Воду с обоих гейзеров мы будем сводить в одну комнату, а уже в этой отдельной комнате будут стоять термосенсоры и прочая всякая порнография, которая будет выводить воду только определенной температуры из этого бассейна. То есть все конструкции будут собраны не здесь? Здесь будет собрана, в принципе, только помпа, и все. И ничего, кроме помпы. Трубы, наверное, вытяну куда-нибудь. Здесь вообще сделать помещение по-хорошему, по-хорошему. Вот из этого гейзера потом тоже надо бы все протащить куда-то сюда. Надо сделать один большой модуль. Я не люблю, когда база в виде вот таких вот проходов, буквально, нор сделана. Я люблю, когда все нормально очерчено, что называется. Везде есть четкие стены, четкие границы. Нормальные комнаты. Ну, блин, 113-й цикл. Конечно, поздно я об этом задумался. Но все равно, все равно. Я, наверное, так и сделаю. Я сейчас возьму и красиво, четко, нормально оформлю границы нашей базы. Да, пожалуй, именно так мы сейчас с вами и посупим, а потом уже будем заниматься всем остальным. Правда, блин, очень много построек у меня стоит просто в разнобой. Они сейчас будут очень сильно мешать при этой перестройке. Ну, да хрен с ним, ладно. Как говорится, главное начать. Поэтому я сейчас начну и буду по мере прогресса показывать вам результаты. Границу левую я, наверное, обозначу прямо здесь. Небольшие будут проходики, в принципе. Меня пока что ничего не напрягает от того, что именно граница будет именно здесь. Ничего нигде не пересекается, ничего нигде ничему не мешает. И это замечательно. Вот здесь вот только не совсем удобно. Получается лезть вниз, потом направо. Но тут мы что-нибудь придумаем. Мы придумаем, наверное, выход прямо из базы вниз, опять же. От нижней границы этой базы где-нибудь отсюда будет. Пока что пускай и так. Да и все равно нам вниз пока что не требуется ползать, поэтому хрен с ним. Как есть, так и есть. А мы продолжаем застраивать левую стену базы. Давайте мы с вами обрушим этот бассейн уже. Чао здесь все дырки позакрываю просто, чтобы вода в ненужное место не утекла. Да, вот, поехали. Ну, долбаните мне. Вот эту хреноту. Угу, хорошо. То вода здесь просто уже практически кончилась. Блин, мукоеды все залило. Рост остановлен, атмосфера. Хрен с ним. Сейчас вода протечет. Все, в принципе, будет нормально. Надо только дождаться. Ааа, семена отсюда вымыло. Просто вымыло отсюда семена. Надо было ферму стеной закрыть. Ё-моё. Ё-моё. Ну, ладно. Будем жрать землю. Земли у нас 45 тысяч калорий. Пока что все в порядке. Ну, вот, вот и сиди теперь здесь. Макс, вот просто сиди. Давай, выкапывайся. Сейчас мы осушим нашу ферму. И все, собственно говоря. Живем. Живем. И дальше можно будет уже выращивать и питаться мукоедами. Углекислого газа здесь уже до хрена. Пожалуй, я включу еще один террариум. Пускай вдвоем работают здесь. Ну и все. Ферма ожила. Надо обратно запихать семя. 161 штука. Это просто жесть. Надо будет едой озадачиться. И едой, наверное, знаете, как будем делать. Также, в принципе, все по отдельным комнатам распихаем. Где-то с одной стороны базы. И в каждой комнате будет поддерживаться свой климат. Во всяком случае, попытаемся. Я не знаю, как это получится в итоге. Но в теории звучит весьма неплохо. Почему у меня здесь стоит пневмодверь? А, все нормально. Все правильно. Все правильно. Ну и, пожалуй, как-то, наверное... Вот так вот просто вниз я ее сюда проведу. Так, на четыре клетки в высоту. И здесь будет уже правая сторона базы. Ферму эту надо будет ужать. Хотя, блин, нет, мало. Да, мало. Надо провести, наверное, дальше. Как-то даже вот так. Ага, норники здесь есть? Норников я тут вроде как не вижу. Нету ям, чтобы они были закопаны. Хорошо, ладно. Тогда мы все это пространство свободно раскапываем. У меня здесь воды просто еще до хрена. Два электролизера стоит. Электролизера, точнее. Стоят, короче, они там коптят потихоньку. Я думаю, мне хватит за глаза и уши на то, чтобы обеспечить кислородом всю эту базу. Отсюда надо будет тоже... Блин, надо будет, наверное, вообще разобрать к хренам всю эту конструкцию. Пускай она дальше нагревается. Сколько там, кстати, не повышается? А повышается температура так-то. Два, один, четыре, пять. Вон растет. Сейчас, видимо, оттает начнет потихоньку. Ну, пускай тает, ладно. Меня эта конструкция все равно пока что мало волнует. Меня больше волнует остов нашей базы. Пожалуй, да. Пожалуй, именно вот такие вот границы у нашей базы и будут на данный момент. Честно, надо будет еще все лишнее размахать, чтобы она мне не мешала перестраивать базу. И все будет путем. Да ладно, серьезно! Раскопайте голову Дэйва быстрее кто-нибудь! Как? Как ты так? Тихо, 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 тихо! Нет, 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 нет! Спасите! Спасите! Фу-у-у! Так, все живы, все живы. Одиннадцать. Ё-моё, Дэйв, ты чё свою голову-то всю серию куда не надо засовываешь? Угу. А лед-то здесь растаял. Растаял. Водяной насос уже не завален. Прекрасно. Надо было здесь еще дырку забетонировать. А вода теперь начала нагреваться. Хотя, блин, по-хорошему-то, наверное, надо просто вовремя отсюда воду выводить. Нужная температура, и все, и тогда таких ситуаций уже случаться не будет. Другой вопрос, что успею ли я все равно всю эту воду пускать в расход. Не факт, что успею. Далеко не факт. Здесь у меня еще целый бассейн, вон, вообще, он нахрен на сколько уже держится. Вода никуда не уходит, плюс мы здесь еще слили, вон, целый бассейн, здоровый. Нам его хватит еще на пару десятков циклов, а то и на тройку десятков циклов. Ну, посмотрим. Производство металла, вот это вот, тот чиститель, он здесь настолько неудобно стоит. Это просто капец. Давайте мы его, наверное, сразу сюда вытащим. Так как он все равно у нас производит грязную воду. Пускай все это уже будет здесь. И здесь, кстати, воздух его заблокирован. Блин, ну правильно, это же обычные газоотводы. Мне, по-хорошему, нужен газоотвод высокого давления. Но, для того, чтобы его сделать, нужен пластик. Так, а чтобы начать производство пластика, мне нужна нефть. Нефтяная скважина. Так, давайте-ка мы посмотрим, знаете что, давайте мы посмотрим, что у нас, что у нас, что у нас, что у нас вообще с нефтью. Очистка, очистка. Здесь, в принципе, уже все стоят конструкции, которые мне нужны для добычи. Надо только протащить наверх, либо протаскивать наверх трубы, либо попытаться сделать переработку. Ну, блин, нет, переработку делать прямо здесь все равно не вариант. Тем более полимерный пресс, это каждый раз сюда бегать индийцу. Да, надо тащить трубы наверх и наверху уже перерабатывать. Далеко тащить-то? Очень далеко. Короче, фиг с ним. Давайте, ребята, мы с вами сделаем следующим образом. Я доделаю все то, что хочу здесь сделать, наверное, уже без записи. Когда этот основной основ базы сделаю, весь основной этот каркас, тогда мы уже с вами и продолжим, и будем заниматься всеми этими переносами механизмов и всему тому подобному. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok